красота в этом видео я хотел бы рассказать про телевички у нас на рынок завтра глобально выходит союм 13 ультра также Huawei P60 Pro с телевичком у ультра нету телевичка и я рассказать хотел бы о макро ультра тоже изначально это видео хотел записывать союм 13 Pro про телевичок инновационный и оказалось это инновация 50-50 и также рассказать про Porsche Edition Huawei M50 и про прочие телевички про кропы с основой и про ультра ширики пермитировав и так далее поисследовав можно сказать так я кое-какие выводы сделал и готов поделиться также хочу потом видео еще показать макро с Mate 50 Porsche и Huawei P60 Pro и остальные смартфоны как кто снимает вообще в целом макро на сиоми в общем смотрите это 23 миллиметра хотя я фоткал в режиме 22 миллиметра то есть я чуть-чуть еще меньше кропнул чем оно было тут идет просто кроп и пишут спеком 23 потом это 60 если не ошибаюсь 68 миллиметров это уже 69 это телевик вот это проб с основного модуля а это телевик разница есть только в деталях ну и еще вот сейчас покажу что происходит если мы фоткаем ультраширик во-первых смотрите у этой фигурки какая башка большая стала и она исказилась здесь у нас кубик а здесь у нас полукруг вот что у нас происходит то есть мы можем близко сфокусироваться на получается тень и куча всяких шумов и так далее матрица маленькая вот смотрите это ну не качество это ну не знаю что геометрия неправильная а некоторые ширики могут и цветные операции какие-то издавать и так далее то есть ультрашириком фоткать макро это маркетинг сейчас например покажу слева телевик видите разницу до в геометрии то есть соответственно геометрически правильно чтобы было вот так вот он задник такой был они еле-еле размытой плюс еще вот ну тело несимметричная в этой фигурке так далее что хотел показать слева у нас это crop 3 но 2 лишь 2 и 5 x это crop с основного модуля а вот это чистый телевик будет ли какая-то огромная разница между ними ну а цветопередачи более так красивее сказал бы телевик передал именно вот оттенки именно тени потому что это специальный отдельный модуль а здесь подумали на тогда красиво но если в этом какая-то огромная разница как видите мне то вообще то есть технологически где нам это преимущество принесет конечно же при съемке видео у нас снимают видео телевики где-то с 25 сантиметров раньше 40 снимали сейчас 25 а чтобы из 10 сантиметров снять таких еще нету телевиков и кстати за то что сенсор меньше и шумы какие-то но видны и хотел бы еще сравнить не зря я фоткал на он в юф 30 про смотрите на он или у нас 80 миллиметров трехкратный настоящий зум с 27 миллиметрового объектива 27 5 быстрительно сколько объект крупнее поскольку я могу ближе приблизиться вот вот телевик условно сколько мне нужно приблизить вот и с учетом того что на он или это круп ну что хуже он он я думаю что нет я думаю даже лучше смотрите это кроп это телевик то есть с точки зрения технологического это круто это большой шаг вперед также фоткают и п60 про п60 арт и porsche edition мэйд 50 так следующее что хотел показать вернемся к ультрашириком то есть смотрите если фоткать на ультраширик у нас получается вот эту фотку на в 13 про макс смотрите какая каша капец все уже смазано все раз акварели на ну ужас следующая фотка вот эти фотки сделаны на на ультраширик ван пласа и все лет вот круто классно ван плас близко фокусируется да но смотрите насколько ужасная фотка насколько черные тени убиты тени вообще нету также здесь вот ничего также вот на мать 50 про снята синий кропать но может показаться что нормально если же мы кроплю свете как все ужасно во первых как делается фотка супер макро то есть у вас допустим 13 миллиметров ультраширик основа 23 миллиметра то есть грубо говоря это он до 23 миллиметров делает кроп сверхширик то есть фотка должна быть меньше мало то что оптика хреновая так он еще и кропает вот все так делают у нас вот тут паутина должна быть она рассеялась то есть это ужасная фотография вот еще одно фото думает 50 про кроп зрительно тень тени нету то есть все черное все вот динамической диапазона никакого совсем нету и кожа превратилась в какую-то кашу вива x90 pro класс стити ужасная фотка и кстати и мы постепенно подходим к вопросу лучше фоткать на телевик то есть на кроп основного модуля либо на кроп ультраширика вот этого кропа смотрите в чем прикол у телевика фотка как положено погибать по геометрии самой фото и по размытию то есть вот у нас горизонт размыт и вот некоторые части вот из них вот размыта вот разметом здесь все в фокусе то есть макро такого быть не должно и сейчас еще покажу в кропе вот если взять конкретно viva то они как бы схожи то есть тут обе фотки бракованы вот что одна хреновая шафтера хреновая какие-то цветные операции на ультраширики кстати на 1 дюймовый сенсор также какие-то у нас аберрации проявляются и если вот кстати еще вот шарпин на ультраширики он на review 30 pro на цифровой кроп то есть 80 миллиметров цифра вот это 80 миллиметров цифра именно viva 80 миллиметров то есть миллиметр чисто в кропах посмотреть вот один круг вот второй круг чуть чуть меньше сделаем смотрите слева фотка она как нормально я думаю что да притом это кроп а справа не никакущая то есть отвечая на вопрос может ли viva на дюймовый сенсор фоткать нет не сможет качественно то есть получается у нас viva где-то вот здесь 20 миллиметров три с половиной x есть 3x от сенсора есть 35 x то есть с одной стороны вроде сенсор большой но с другой стороны ему все равно приблизить нужно больше значит еще хотел показать то оригинал и не сохранилась уже человека и смотрите по геометрии вообще но это пчела она лежит как будто бы то есть она должна быть другого ракурса снята с расстояние 2 сантиметра как обычно макро фоткают ну вроде бы фотка и нормально да но она ни о чем вот это я хотел тоже показать так еще что хотел сказать может ли 1x заменить 80 миллиметров то есть типа кропнули да там вот фотку и может ли она заменить смотрите во первых она не может заменить по той причине что вы тупо фокус не попадете у вас фигурка маленькая вы вроде бы как сфокусировались потом увеличиваете а у вас фокуса нету во первых во вторых смотрите когда вы призумливаете пофиг что-то цифра у вас фокус сосредотачивается на объекте то есть у нас появляется тени у нас вот не черное все то есть в этом смысл есть какой-то никакой и кстати это сяоми крок сейчас крупно но она ли кстати на 1x тоже тени есть как ни странно на сяоми именно только на телевик смог мы от темы нахать про сяоми постепенно вводим я еще скажу что вот эта линза она есть на huawei п60 про и клавы п60 арт на сяоми 69 миллиметров она с 10 сантиметров фокусируется и на huawei она фокусируется тоже здесь метров но там уже 95 миллиметров то есть были с одной стороны это хорошо с другой стороны у нас хобей ужасно акварелит то есть смотрите холы и делают ужасные макро на телевик из-за своей ужасные обработки не знаю что это связано либо с отсутствием кирина процессора либо они так стали делать но видео они не испортили то есть вот на телевичок вот так вот видео снимает 95 миллиметров круто да и у huawei получается на телевик 4x то есть это 110 миллиметров уже вот так я снимаю на он рвив 30 про без телевика то есть на цифровой зум тоже неплохо да к сожалению не вива него по так не смогут на крок делать ссылки я оставлю в описании на видео ну и самое интересное ради чего мы тут все не собрались смотрите последний не псалата бива последняя вот у нас есть фоточки правда не все раз два три четыре пять шесть у меня здесь есть 10 смартфонов я покажу сейчас всем смотрите так снимает телевик п60 про перешарп дикий непонятно что вот сяоми 13 про с такой же линзой как на 60 про плавающего тама и следом кроп с основного модуля как видим кроп с основного модуля хуже справляется чем телевик но понятное дело засветы у нас что на телевике что на основе это еще такая особенность дюймового сенсора но почему-то опа и вива справляются также вот вива у нас следом вот вила у нас на дюймовый сенсор сводка лучше чем на сяоми телевичок то есть вива не сильно будет хуже телевичка к слову ну телевик на сяоми 13 про такой слабенький то есть для макро плохой динамический диапазон будет и так далее но об этом позже и остается вот это он раю в 30 про это кроп с зума 1x то есть а3x сделал цифрой и мы видим да есть детальки нету пересвета какого-то это кроп а вот у нас porsche ну и здесь без комментариев да это король макро сегодняшний день это porsche теперь давайте разберемся с каждой монет кстати спасибо кто мне фотки пересылал я вас всех на видео отмечу ну видно да если сравнивать с основным модулем телевичок смотрится круче так почему я считаю не ну то есть технологично с одной стороны вот этот телемодуль объяснил технологично я считаю потому что можно те же самые видео снимать с телевика с близкого расстояния то есть как все модули там основа ширик с любого расстояния то есть как положено но с другой стороны смотрите прикол в чем у нас основной модуль он большой у меня диафрагма больше и получается что у нас монета фокусе а пространство за монетой уже идет в расфокусе хотя казалось бы там сколько два миллиметра или сколько разницы а здесь все фокусе как на ультраширики поэтому когда производители начнут ставить на телевичок большой сенсор и большую диафрагму то тогда будет вот у нас будет такая фотка именно в плане технического размытия все вот это и четкость такая будет а так пока что нам увидим что в принципе четкость то лучше отличие телевичка от основного модуля если кропнуть но да кстати и 2 и 5 x это 2 и 6 x 2 и 6 x цель вичок включился но пока мы видим только прирост в качестве но не бакешки ничего нету то есть на дальние планы если вы там у нас травку фоткаете или что-то типа того дальний план будет размыть но именно от ближней планы от монетка 2 миллиметра пространство часа расскажу что я имею ввиду так смотрите что я имею ввиду вот тоже тоже ситуация как с монеткой то есть мы видим вот у нас монетка за ее пределами тут буквально ну два-три миллиметра силы у нас идет раз фокус на большому на хорошем сенсоре пофиг что здесь цифра crop да здесь у нас все плоское сейчас я покажу пример зрите мы видим вот это я снял на цифровый зум на он руби в 30 про мы видим бабочку вот у нее лицо фокусе лапки фокусе но одуванчик и фокусе и этот одуванчик он ну практически рядом буквально там 5 миллиметров и я фокус переключил смотри что получилось бабочка уже полностью не в фокусе то есть мы на сайоне 13 про и на huawei p60 про и на тот же made porsche мы такую фотку на телевик не получим но у porsche там другая фишка там когда ближе чем 10 сантиметров фокусируешься там 4 сантиметра то там прям раз фокус дикий то есть там можно прям такие фоточки делать но об этом позже поговорим смотрите на буквально вот чуть-чуть разница вот на сайоне 13 про мы на телевик такую фотку не получим то есть боке будет но такой глубины резкости не будет так далее сайоне 13 pro crop именно не цифра не цифра 2 и 5 x вот это основной модуль 1x опять видим ситуацию что когда мы фоткаем на 1x мы не попадаем фокус то есть нам сложнее фокусироваться вам казалось да вот на 1x фоткаю потом приближу вырежу вот нет а вот это ультраширик чтобы вам показать слева ультраширик это справа круп основного модуля насколько искаженная получилась фотка насколько она искаженная и я не сказал бы что она лучше и тоже плоский фон здесь вот у нас все размыто здесь плоский фон он даже видно рожавчина на монете поэтому чтобы закрыть до конца тему с сайоми ультра с этим вообще не справилась вот я не закрою не буду закрывать с правой стороны это crop сайоми 13 про вот это у нас ультра так снимает то есть у нас на сайоми 13 про выбор есть мы можем на телевячок фоткать мы можем на кроп фоткать то есть там и так и так хорошо но относительно как от нас мы видим на что кроп на 13 про он похуже будет чем телевячок но относительно у нас выбор есть а если вы собрались покупать сайоми 13 ультра то готовьтесь к тому что но макро там не будет от словах совсем что давайте перейдем наверно к виво у него тоже дюймовый сенсор до 1x в принципе ну нормально и задник размыт и монетка в фокусе вот мне до такого же уровня приблизили если побольше побольше уже крошится ну ну что как вам это тот случай когда можно сказать что на виво будет что-то среднее между телевячком сайоми 13 про и основном кропом сайоми 13 про то есть вот телевик до детализации телевика ему далеко на пересветы такие но что-то близкое то есть мы видели шучка я показывал что как она ужасно обрабатывает ну телевичку трудно до 35 x как бы но принципе попробовать можно там дальше вот это porsche это huawei made porsche сравните разницу просто тут наверное без комментариев я думаю кто король макро съемки и так же телевичок вот это made porsche и дишина и вот это телевичок сайоми 13 про просто тоже без комментариев насколько качественнее без засвета и ничего но он это тоже вот весь фон фокусе потому что это телевичок f3.0 тем более также huawei p60 pro мы видим что вот этот телевик а вот это кроп основного модуля то есть 3 5 3 4 x это то есть 3 2 x это 3 3 x они тоже там цифры пишут от балды ладно и мы видим что монетка не в фокусе хотя верх фокусе немножко тут раз фокус и также здесь фокус здесь есть на тексте здесь его нету а на телевике у нас все фокусе помните передний и задний план да тот случай когда телевик у нас фоткает макро но он плоский и чтоб вы понимали разницу с porsche huawei вот это porsche телевик вот это p60 pro здесь 95 миллиметров ну здесь 92 миллиметра потому что 3 3 x если кто-то 35 было как там по заводскому то есть ли просто тапаешь 35 а это вы что он в ручных этих самых настройках и кропаем видно разница да какое извиняюсь выражение говно поставили в p60 pro и какой инновационный телевик поставили в porsche прям небо и земля нет слов то есть технологически даже сейчас сравним еще сами 13 про вот слева сами 13 про справа huawei p60 pro ну разница видите засвечена у обоих смартфонов но по натуральности и по наверно деталям прошка лучше будет прям разница чувствуется короче сами 13 про у нас будет лучше чем huawei p60 pro но лучше их всех на голову это porsche но он и стоит в два-три раза дороже давайте его посмотрим на телевичок вот умеет фоткать так вот это телевичок а это у нас основной модуль то есть не то что телевичок умеет он немножко ближе фоткает чем остальные обычные смертные и разницы никакой нету для сравнения можно взять у вива лучше будет hdr то есть никаких черных цветов нету черных оттеней и чуть-чуть почетче будет фотка чем на оппо это конечно стоит иметь ввиду еще кстати не посмотрели как фоткает honor magic five ultimate кстати с балансом белого он косячит вот так же видно что на основном модуль монета не фокусе задник фокусе то есть если бы фокус был на монете то сзади был бы расфокус вот этого же монета фокусе и мы сравним ее с huawei p60 в честности ну с основным модулем сравнить не получится потому что у нас монета здесь не фокусе давайте стиль вичком и что мы видим то что у нас инновационный телевик но у huawei p60 про оказывается ничем не лучшим он даром и джек который делает просто кроп со основного модуля разницы не вижу никакой ну что айфон посмотрим я думаю туда рассмотреть ничего это просто кусок мыла основной модуль и это круп основного модуля просто ни о чем айфон 14 про макс и остался вон класс вот это телевик у нас с правой стороны вот это основной модуль мы сейчас преувеличим на видно что вот то есть не телевик это 3x то есть 180 миллиметров кроп с основного модуля в сверх ширик покажу вот это ультраширик так что даже ультраширик он классово будет похуже чем кроп 3 в конце видео расскажу почему самсунга нету и почему нету пикселя и почему в этот вам класс не последний от 9 крон показать он рвы в 30 про хорош ли он это кстати при освещении плохом то есть там одна лампочка включена была вот это если кропнуть 1x а вот слева это 3x цифра 80 миллиметров видно что все таки лучше снимать на цифровой зум чем на 1x потому что вот эти пересветы когда ты фоткаешь большую фотку делаешь то обработка по всему кадру идет и она не замечается этих мелочей а вот на кропе 880 миллиметров уже видно что все таки обработка hdr все как положено и сейчас крупным это кроп да а это кроп кропа видно разница да все таки лучше и 3x включил цифровой зум и получил результат кстати тут уже видно обработка какая-то а когда 3x то но каждую ворсинку обрабатывает не смазывает тоже плюс еще плюс то что тут ты кроп ты тут уже не кроп и что увеличиваешь масштаб и на пиксели рассыпается она цифровой зум у у нас разрешение сохраняется и вот мы видим на кроп ну и еще скажу так насколько хуже он фоткает чем porsche я отдельно видео сниму я некоторые моменты еще поснимал сниму то есть сходку и покажу интересные факты но видите porsche круче в разы но как бы тут все все равно четко все не в обработке а именно вот в натуральности поэтому я считаю что некоторые смартфоны способны при хорошей обработке хорошей оптики на цифровой зум фоткать то есть получается классный кадр в отличие от porsche где у нас все фокусе здесь здесь у нас вот фокус вот фокус а здесь уже нет фокуса то есть оптические макро вот это с точки зрения оптики она конечно круче насчет макро porsche я отдельно видео сниму но предварительно хотел бы сказать что когда ты приближаешься ближе 4 сантиметров то есть ближе 10 не 10 а ты уже ближе там 4 до сантиметра то мы видим какие-то вот уже коровки усы какие-то у тебя на своем смартфоне так не приближу но обработка холлевская конечно дает о себе знать вот этот вот смазайся и мы получаем еще баки а вот это вот такое ну не знаю мне не особо нравится но обработка в сами видите то есть тут проще наверно сделать зум это сколько 10 миллиметров то есть тут где-то около 10 x и тогда мы получаем сеточки на глазах например туда вот это вот но мы уже не кропки потому что если мы кропки получится вот эта мазюка конце бы хотел рассказать про макро вот 2015 году lg4 у нас появился первый смартфон с нормальным макро диафрагмы f18 затем шестнадцатом году у нас появился самсунг галакси с 7 шт 10 самсунга f17 диафрагмы f18 и наверно потом я сделаю видео на самсунг с 7 хочу сравнить с одром и в 30 про макро и porsche тут есть катерина макси киска и вот она делает такие вот фоточки к обычные на porsche получаются фотки фотка как фотка да хотя мне кажется текстуры здесь побольше чуть-чуть будет сейчас посмотрим кстати вот это с 7 samsung galaxy диафрагмы f17 вот шмель на samsung galaxy 7 такой получился не знаю если на оригиналы то прикреплю вот с 3 коза но единственное неравность это вот шумы вот эти вот но это смартфон 16 года поэтому и шумит маленькой матрицей это уже у нас он рвив 30 про так вот да конечно качество намного лучше но хотел бы бок о бок сравнить ради интереса все-таки смартфон 16 года и вот этот более современный пятилетняя разница и вот про диафрагму 10 f1.7 то же самое у меня f16 маленькая глубина резкости из-за именно из диафрагмы то есть вот фокусе только чуть-чуть одна часть ну и что как и обещал ставить каждому место свое дать понятно что porsche edition на первом месте потому что конкурентов ему нету со специальным телевиком на втором это будет underview 30 pro с цифровым зумом 80 миллиметров на третьем месте у нас будет конечно же huawei p60 pro да потому что у него телевик 95 миллиметров и на этом же третьем месте будет на четвертом пускай у нас magic 5 ultimate он не хуже фотки на основу чем телевик далее у нас на пятом месте будет он xiaomi 13 pro с инновационным телевиком на шестом будет его вместе и если если брать с конца смартфоны которые вообще фоткают ужасно я списочек здесь на ужасно это будет самое на первом месте самое худшее это будет iphone потом будет сайами 13 утра потом будет у нас опа файт 6 pro и ван класс в данном случае 9 почему именно 9 не 10 потому что во первых не было 11 во вторых ничего не улучшилось то есть как бы ван классы стали хуже фоткать далее samsung почему у отца аутсайдер потому что у самсунга фотка сейчас плоская у него вся плоскость плоская дырка у камеры маленькая я не помню с 21 или с 22 они стали так фоткать чтобы не было у них они избавились от оптики которая мылила сильно это минус раньше самсунге классно фоткали буквально шести сантиметров у меня самсунга седьмой фоткала диафрагмы f1.7 и классно углил вот и у нас еще остается google pixel но google pixel мало кому нужен и там тоже вот как-то так себе поэтому вот такие места я отдельно видео насчет этого сниму потому что тема интересная макро сможет ли потягаться цифровой зум с паршоп вот это будет следующее видео все всем пока